всем привет сегодня будем рассматривать бесплатные ассеты которые нам раздают на февраль 2022 года первый из них это у нас получается такие горы и травки обычные да в общем называется горы и луга наружная среда здесь один вальшафт и 135 объектов растительности растительность конечно хоть и ну давайте посмотрим как она выглядит если мы запустим я уже вижу что pps у нас прямо падает 34 до при условии что принципе приемлемый компьютер так какая у нас тут травка но ландшафта ландшафта понятия сейчас материал мы посмотрим ландшафта конечно вид травы но принципе можно использовать есть такие вот более-менее давайте посмотрим что они себе представляют но вот вот эту траву я бы не использовал все остальные вот зеленая она еще вроде как нормально вот эта темненькая нам что-то добавляет какие-то проблемные части ну а так ничего симпатично давайте материал так здесь у нас так скажем контрастность и свечение здесь у нас получается затемнение так понимаю скау да да и ров нас соответственно мы понимаем что это так надо здесь слишком блики прям дает так цвет все понял это у нас где трава кстати можно сделать прям схожую с марсом какую-то территорию используя данная штука все красная планета почти готова так ну в общем особо интересного ничего нету давайте направимся к следующему асету данном случае это simple producer asset creator простой создатель процедурных активов я в принципе посмотрел есть такое прикольные прикольные вещички можно создать но чисто для его поле так это у нас симпл пак да симпл пак мап карты основные карты бессмысленно грузить давайте быстренько пробежимся по тростепенным картам это у нас карта для генерации стрел то есть вы можете наблюдать виды наконечников данном случае здесь это конец стрелы это виде пеппера то есть можно сделать такой 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 здесь сами уж будете настраивать и вот что у нас получается так чтобы сгенерировать надо вот на этом виджете вот эту клавишу нажать давайте подлетим так вот она да рандом айс и как видим мы стрела видоизменяется и наконечники изменяются и соответственно конец тоже это получается центр либо квадратом либо там шестигранником данная вещь я не конечно не понимаю за что может отвечать в общем побежали к следующему быстренько пробежимся так x генератор это у нас что это у нас топор до точный топор так кнопочку на днете судя по структуре у него не особо много полигонов так что так здесь кнопочку не нажать в общем видите да внешний вид изменяется какой хотите можете скомпилировать вот как раз таки для игры которая такая лопольная и нет необходимости разокрашивать предмет есть просто цвет наносится цвета и в общем здесь куча таких штук целых 20 давайте посмотрим угроз генератор это у нас деревья да где у нас кнопка а это трава но вот такие вот виды трав вот так как здесь нарисовано очень мало всего лишь один видимо просто рандомно углы выставляет да это все повтор и все в одном месте странно скорее всего если мы расположим вот это пошире будет по симпатичная так здесь не нам не дает изменить проекторию я бы хотел проверить ну давайте на этом и ширину изменили я думал это все таки так скажем в одном месте да то есть видите он все из одного места это не очень хорошо а возможно и вот это но в общем будет у вас нюанс можете а ну да да это опять таки тоже ширина не понимаю перейдем к следующему это у нас easy vehicle suspension очень удобная подвесочка для автомобиля но конечно имеющая несколько плохих так скажем значений давайте посмотрим как почему запустим автомобиль да то есть если вы видите колеса крутится не так как мы особо то едем но зато они чувствуют какие-то физические свойства да то есть допустим ступенечки вот эти если вы попробуйте это пройти проехать по на автомобиле от unreal то вы не почувствуете особо разницы здесь прям можно увидеть это то есть она взаимодействует ну и самый глобальный нюанс это нереальность автомобиля он просто вот я даже не особо стараюсь он просто быстренько заезжает вот на такую горочку это вот как раз таки проблема но если даже дрифтить кстати для дрифта хороший автомобиль можно на одном месте дрифтить постоянно если его разобрать так у нас глобальные тут в общем нюансы как колеса которые прикручены к вайн-трейсом вот из данных только в общем вниз пробивается вайн-трейс и определяет расстояние колесо его можно по сути даже удалить и машина все равно будет ехать так давайте то есть колесо задние у нас нету но мы едем потому что там у нас вайн-трейс он определяет по сути вы можете сделать что даже лодку определенная викторианский дом только внешка почему только внешка внутри принципе она тоже есть существует здесь что 220 мешей это видимо вот то что на улице у нас стоит мы тоже сейчас посмотрим его это у нас вот это скорее всего daymap demonstration map modular house overview map ну давайте пока откроем вот этот то есть он модулярный вы можете составить из этих модулей необходимый дом здесь как-то текстуры не очень выглядит что-то я то ли я не заметил на обычном доме это что плохо вот сама крыша да вот этот козырёчек что-то у нас имеется однотипная это часть но из всего остального можно принципе сварганить своеобразно что-то сделать такое давайте саму карту откроем так пролетимся стандартно потому что сейчас человечком я не смогу пройти я это не настраивал а ну кстати да это текстуры здесь не очень но принципе имеет хорошее качество но единственное окна которая имеет прозрачность они да у нас красный все это все-таки сеточка предположительно нормальная пройдемся внутри здесь дом чисто обычные комнаты без наполнения это видимо либо ванны либо кухня спальня или выход на задний двор на backyard так это у нас тоже какая-то спальная комната непонятно почему она такая маленькая поднимемся на второй этаж слишком высоко летаем здесь у нас подъем по лестнице еще лестница на крышу и здесь у нас даже имеется вот такой вот эффект в виде пылинок и здесь то же самое но домик ничего можно где-то использовать даже модулярно снаружи дерево кстати прикольно хоть но выглядит прям так сочненько да не видно что прям сильные полигоны отличненько но количество их конечно же наверное удручает давайте посмотрим так 9000 нет хорошо даже принципе закроем машину трава трава хороша трава хороша пройдемся следующее у нас это rpg fx starter pack здесь у нас поставляются эффекты эффекты для rpg если мы их загрузим что мы конечно же и сделаем сейчас увидим как они выглядят так во первых это стрельба стрелой почему-то не стреляет видимо какой-то определенный здесь получается падение стрел сверху здесь резкое падение направленные и так далее в общем сами видите это огненные стихии какие-то но это мэш скорее все крутится такой да скорее всего мэш электро стихия как выглядят ну чё то есть нюансы вот эти слишком квадратики треугольнички прям видны солнечный луч или на что-то похоже какие-то демонические эффекты психоэффекты из головы что-то вылетает до какие-то волны здесь у нас виды лечения видимо защита то чего у нас написано в общем если не что-то интересненькое вот такой где-то я уже видел а ну во всех основных играх просто сделали дубликат только на свой страх и риск как говорится так это у нас лучи света в руках можно делать магические это прикольно портал на некое измерение здесь угол радиус направление это для топ-даун шутеров каких-нибудь допустим куда мышку направляешь туда и стрелочка можно направить здесь непонятно что simulate а это . . указания но это здесь то же самое и топор полетел что же нам еще предлагают это у нас изи симф плагин которые генерируют наземные изображения глубины видимо какие-то по текстуре определяет определенные углубления какие-то делают но это не точно как бы особо не интересовался если интересует попробуйте поставьте это у нас пресет для освещения metahuman то есть если вам необходимо как поставить красивый кадр вот такой вид освещения вы можете добиться с помощью этого пресетом стеку бот это получается анриалов выдают нам такой проектик которые создавали для того чтобы демонстрировать необходимые фишечки какие-то там два человека буквально за несколько часов сделали вот основную механику и сейчас делают дополнение к ней это у нас плагин для браузера под систем так это для пятерочки да нет почему 425 427 далее это монитор утилитес позволяет различные сведения подключенных устройствах отображений видимо вашей значения в настроек вашего монитора для определения каких-то элементов допустим вы не понимаете почему у вас виджет там как-то неправильно ложится на разных компьютерах вот пожалуйста ставите это утилиту и соответственно с помощью статистик вы записываете все значения чтобы определить правильно ли вы настроили виджет или нет это у нас connect прямая ссылка для реального времени для скелета в общем передавать скелеты так предполагаю все таки что это для обычного человека не особо интересно тут все таки необходима камера и настройка link live которые на андроиде не существует на ай оси она существует дизайн человека машинного интерфейса это визуальное отображение скоростей автомобиля пути движения это такое ощущение как будто они подготавливали для тесла прям очень похожи здесь небольшие модельки по их характеристикам конечно четко сказать невозможно но это предположительно даже хай поле да хай поле как минимум по скриншотам можно определить далее у нас издал sdk игрового клиента который нам позволяет получить информацию о пинге и статистике игрового клиента и сервера в общем сервер отдельный он на i3d.net находится в общем для определения всяких статистик для нас не особо умных игроков так скажем и разработчиков это очень бесполезный пока инструмент необходимо глобально вникать в эту всю сферу серверных и сетевых образно игр плагин для отслеживания раздач это у нас раздачки в общем здесь ручного взаимодействия xr то есть вы можете поставить различные виды рук для xr вещь интересны только как ее использовать если пока нет такого такой аппаратуры чтобы это все применить применить далее у нас идет снова раздача от компании vigilant она раздает машины самолеты подводки вот данная подводка далее у нас бронемашина медицинская снова самолет это самоходка видимо да скорее всего самоходка это у нас тоже ракетная установка и тоже какая-то бронемашина нет это не бронемашина это тоже ракетная установка в общем вот такой вот маленький подарок по сравнению с декабрем но все же можете брать и использовать так как если вы все это заберете она у вас будет в вашей библиотеке для использования а на этом все до скорой встречи пока пока